Президент США называет виновников эпидемии. Статья Нария новости за 18 марта 2020 года. Иван Данилов. В идеальном мире периоды глобальных эпидемий и природных катаклизмов планетарного масштаба должны приводить к тому, чтобы человечество объединялось для борьбы с общей угрозой. Тем более, что в случае коронавируса болезнь не проверяет паспорт национальности прописку перед тем, как заразить конкретного человека. То есть, это как раз тот самый вид опасности, который напрямую относится ко всем представителям нашего биологического вида. Практика оказалась довольно разочаровывающей, потому что определение способов борьбы с болезнью сопровождается спорами о национальной принадлежности вируса. Причем это происходит не только и не столько среди скучающих в карантине обывателей разных стран, но на самом высоком международном уровне. Ставка в этих спорах, к сожалению, гораздо выше, чем кажется на первый взгляд. Страну, на которую ушлые любители информационных войн смогут повести ярлык авторства коронавируса, вполне могут попытаться заставить платить и каяться в самом прямом смысле этого слова. Главным бенефицаром поиска этнической принадлежности вируса можно смело считать Дональда Трампа. И на это есть несколько причин. Прежде всего, эпидемия просто идеально подходит под главный политический нарратив администрации Трампа, который сводится к формуле, а во всем виноват Китай. Китай надо наказать. И только так мы сделаем Америку великой страной. Извините, великой снова. Нельзя не заметить, что в то время, как другие страны точечно или не очень закрывали границы, готовили тесты на коронавирус и вообще готовились к риску того, что эпидемия придет к ним, что собственно и произошло, высокопоставленные представители Белого дома занимались продвижением идей вывоза из Китая американских производств. Ибо из-за карантина, который тогда воспринимался американцами как тоталитарная мера, американские потребители рисковали недополучить китайские товары. Частично это было оправдано. Из-за остановки китайских производств США рисковали остаться без лекарств, медицинских масок и медицинской техники, которые они разучились производить самостоятельно. Но все-таки ситуация, в которой администрацию забудет китайский вопрос, а не американские меры защиты от эпидемии, выглядела не очень красиво. В интервью Fox News и Fox Business Channel Навара, советник Трампа, примечание редакции, заявил, что администрация президента сосредоточена на перемещении производственных цепочек в США, из Китая, Индии и Европы. В контексте вспышки коронавируса, писал 26 февраля американский новостной портал. Легко догадаться, что перемещение производственных цепочек – это вопрос нескольких лет, а счет шел на дни. Не зря New York Times написала уже после начала эпидемии в США, что Китай дал Западу время на подготовку. Запад его бездарно растратил. Американское решение нашлось легко, и в этот раз российское вмешательство приплести было нельзя. И вот уже производится абсолютно сознательный и абсолютно последовательный политический брендинг эпидемии как эпидемии, вызванной китайским вирусом. Дональд Трамп систематически именно так называет его в своем личном твиттере, и его сторонники поступают аналогичным образом. Например, в своем сообщении о поддержке американских авиакомпаний Трамп написал «Соединенные Штаты будут оказывать мощную поддержку таким отраслям, как авиакомпании и другие, которые особенно подвержены влиянию китайского вируса. Мы будем сильнее, чем когда-либо прежде». Несмотря на все протесты китайских дипломатов, которые были переданы в Госдеп США и озвучены через официальные китайские СМИ, Трамп продолжает высказываться в том же духе. Расчет понятен. Если во всем виноват Китай, то и претензий официальному Вашингтону за некачественную работу по бредотвращению эпидемии предъявлять как бы нельзя. До этого и не получится, если весь общественный гнев будет направлен в сторону Пекина. У этой стратегии уже есть последствия, которые были бы забавными, если бы происходили в менее грустных обстоятельствах. Американцы сейчас выстаивают длинные очереди в супермаркетах, пытаясь иногда с применением физического насилия против других покупателей, обзавестись запасами туалетной бумаги, продуктов и оружия. И информацией об этом пестрят американские соцсети и СМИ. При этом многочисленные магазины, расположенные в китайских кварталах и других азиатских районах, пустуют, несмотря на то, что их полки ломятся от дефицита, то есть той самой вожделенной американцами туалетной бумаги и консервов. Феномен даже привлек внимание региональных СМИ, которые публикуют лайфхаки о том, что способ найти дефицит как раз и заключается в том, чтобы все-таки поехать на закупку в Чайнатаун. Когда фонд китайского миллиардера Джека Ма опубликовал информацию о том, что бесплатно поставит в США 500 тысяч тестов на коронавирус и медицинские маски, то реакция американских пользователей соцсетей местами была крайне негативной. Господину Ма попеняли, что Китай во всем виноват, причем некоторые комментаторы настаивали на том, что от тестов и масок нужно отказываться именно из-за их китайского происхождения. Стоит отметить, что отказ от помощи гонконгского филантропа, который также послал помощь в Италию и страны Африки, был бы не самым рациональным шагом, ибо в Америке действительно наблюдаются проблемы с тестами на коронавирус. Журнал «Атлантис» сообщал 13 марта о своем расследовании, согласно которому можно подтвердить только то, что 13 953 теста на коронавирус примечания редакции были проведены на национальном уровне. Для сравнения, по сообщению ТАСС от 15 марта, в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус. Ведомстве подчеркнули, что все субъекты России в достаточных количествах обеспечены тест-системами. Показательно, что Госдеп США в лице Майка Помпео очень обижается, когда китайские дипломаты начинают в ответ публично задавать неудобные вопросы об источнике вируса, намекая на возможность его американского начала. Уже сейчас можно сказать, что дипломатическая и информационная борьба за право обвинить кого-то другого во всех проблемах, связанных с эпидемией, будет продолжаться еще много месяцев, или даже лет, после того, как сама эпидемия закончится. Но вряд ли усилия, затратенные на это, принесут хоть какое-то утешение и помощь тем, кто пострадал или пострадает от вируса. Иван Данилов Президент США называет виновников эпидемии.